О Старозагоре ученики 132-й школы знают не понаслышке. Каждый год старшеклассники отправляются в Болгарию, чтобы познакомиться с культурой этой страны. В школе есть даже копия знамени, который самарский градоначальник Петр Алабин передал болгарским ополченцам. Они сражались с ним в битве за Старозагору и Шибку во время русско-турецкой войны. Теперь Самарское знамя – один из символов вооруженных сил Болгарии. Это, конечно, дает понимание другой культуры. Также формирует вот такое толерантное мировоззрение. Можно даже отметить, что и какие-то патриотические чувства тоже воспитываются. Для тех, кто в Болгарии не был, об истории Старозагоры рассказывают на специальном уроке. Улица носит такое название в знак дружбы одноименного города Болгарии и Самары. В этом году Старозагорь исполняется полвека. История родного города, надо знать, она очень увлекательная. Она очень малоизвестна нашему современному поколению, но там есть очень много таких аспектов, которые были бы интересны современной молодежи. Классные часы, посвященные истории улицы Старозагора и дружбе России и Болгарии, пройдут во всех школах города до конца декабря. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.